SpaceX готовит космический корабль Starship к орбитальному полёту, который может состояться уже в следующем месяце. X-Peng представила обновлённый автопилот для своих электромобилей. Польские инженеры сделали реалистичную роборуку с сухожилиями. NASA готовит свой первый электросамолёт к первому полёту. Эти и другие темы прямо сейчас. Обязательно досматривайте это видео до конца, подписывайтесь на наш канал. Ну а мы начинаем. Компания SpaceX продолжает подготовку ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship к первому тестовому орбитальному полёту. Если всё сложится удачно, то этот полёт может состояться уже в следующем месяце. Компания опубликовала небольшое видео в своём твиттере и сопроводила его подписью «Ворота к Марсу». Очевидно, это касается базы компании, располагающейся вблизи деревни Бока-Чика в Техасе. На этой неделе глава SpaceX Илон Маск заявил, что корабль Starship будет полностью готов к первому орбитальному полёту в следующем месяце. Однако для проведения лётных испытаний компании необходимо получить соответствующее разрешение Федерального управления гражданской авиации США. Регулятор хочет убедиться в безопасности пусков Starship, поэтому всевозможные проверки могут растянуться на несколько месяцев. Важно отметить, что к настоящему моменту SpaceX удалось добиться определённого прогресса в своём стремлении запустить корабль. На этой неделе были проведены огневые испытания в вакуумной версии двигателя Raptor. Что касается орбитальных полётов Starship, то для их проведения ракета Super Heavy будет оснащаться 29 двигателями Raptor. Они должны обеспечить достаточное ускорение, чтобы корабль Starship мог выйти за пределы атмосферы Земли. Не исключено, что SpaceX может провести первые орбитальные испытания корабля до конца этого года. Китайский стартап Xpeng анонсировал обновление своей полуавтономной системы вождения. X-Pilot 3.5 позиционируется как система помощи водителю или Advanced Driver Assistance System. Это программная платформа с элементами автопилота. Присутствие водителя по-прежнему необходимо. В версии X-Pilot 3.5 появилась функция City NGP. С её помощью машина меняет полосу движения, увеличивает или уменьшает скорость, производит обгон, а также выезжает на автостраду или съезжает с неё. Ранее система была разработана только для движения по автомагистралям. Однако теперь X-Peng расширила её возможности, обеспечив езду в городских условиях. X-Pilot будет доступна в качестве обновления для электромобилей X-Peng P5 в первой половине 2022 года. X-Peng также рассказала о системе следующего поколения X-Pilot 4.0. Для работы с этой системой автопроизводитель обновил и аппаратную часть. Платформа получит несколько новых функций, в том числе парковочный ассистент. Релиз X-Pilot 4.0 запланирован на первую половину 2023 года. Система позиционируется как конкурирующее решение Tesla Autopilot. Друзья, как вы считаете, смогут ли китайцы противостоять американскому автогиганту? У нас уже собралась достаточно большая аудитория, которая также любит технологии, как и я. Поэтому очень интересно будет почитать ваше мнение в комментариях. Погнали дальше. Польские инженеры из проекта Automaten Robotics создали новый прототип гидравлической роборуки, которая очень похожа по виду и принципу на человеческую. Она может двигать пальцами, сжимать их и наклонять кисть, сокращая гидравлические мышцы и натягивая сухожилия. Польские инженеры уже несколько лет работают над созданием человекоподобного робота, в котором все основные части будут повторять по принципу работы естественные аналоги, пока они сосредоточены над созданием руки. И недавно собрали готовый прототип, имитирующий работу предплечья и кисти. Части руки двигаются за счет искусственных мышц, натягивающих тросы, которые имитируют сухожилия. Мышцы основаны на конструкции пневматических мышц, также известных как актуатор макебена. Такая мышца состоит из растягиваемой герметичной трубки, вокруг которой расположена плетеная оболочка. При подаче газа или жидкости трубка надувается и увеличивается в ширину, но из-за того, что волокна плетеной оболочки практически не растягиваются, конструкция уменьшается в длину, подобно тому, как сокращаются настоящие мышцы. В этой роборуке в мышцы подается вода из насоса. Для каждой мышцы используется электрогидравлический клапан, позволяющий регулировать подачу воды и скорость сокращения. Пиковая потребляемая мощность руки составляет 200 Вт, а ее масса 1 кг. Главный недостаток гидравлических роботов – это необходимость в большом насосе, но постепенно появляются более компактные конструкции. Наверное, неплохо, если и без того компактный мотоцикл можно сложить и убрать в чулан или в багажник, особенно для Японии. Стартап Айкома настроен серьезно и не только выпустил полностью функциональный прототип с запасом хода на 50 км, но и планирует начать серийное производство. В рабочем состоянии мопед Татамал достигает в длину 123 см, в высоту 100 см, в ширину 65 см. Мотор на 600 Вт питает литий-железо-фосфатный аккумулятор на 12 Ач. Максимальная скорость – 40 км в час. Максимальная дальность на одном заряде – около 50 км. Правда, эти показатели пока предварительные и могут отличаться от характеристик серийной модели. В сложенном виде мопед занимает 70 см по высоте, 68 по длине и 26 по ширине. Его можно катить за руль на трех колесах, в переднем мотоциклетном и паре специальных колесиков, как у скейта, которые в остальное время болтаются сзади. Помимо этого, разработчики обещают переднюю и заднюю подвески, систему освещения на светодиодах, возможность заряжать от батареи другие устройства и сменные боковые панели, которые можно использовать в рекламных целях или просто чтобы покрасоваться. В Японии Татамэл Байк проходит по категории мопедов, так что от водителя потребуются только стандартные права. О сроках начала серийного производства пока ничего не известно. Летом 2016 года НАСА объявило о планах создания электрического самолета Х-57 «Максвелл». Тогда это был лишь концепт. Два года назад мы могли уже видеть частично готовый летательный аппарат, и вот теперь он готовится к своему первому полету. В основе Х-57 «Максвелл» лежит легкий итальянский самолет «Текнан» P2006T, что позволило НАСА существенно сократить сроки создания своего проекта. Первый полет Х-57 намечен на весну следующего года. При этом на имеющихся материалах самолет оснащен только двумя двигателями. Хотя концепт предполагает дополнительную установку еще 12 меньших, лопасти которых складываются, когда не используются. Их установят позже. Согласно прогнозам НАСА, самолет в итоге будет способен развивать крейсерскую скорость в 277 км в час. Запас хода выражается в способности пролететь около 160 км или около 40 минут. Для достижения таких показателей самолету понадобится батарея массой около 363 кг. Благодарю вас, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте палец вверх, если он вам понравился. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте его друзьям. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И конечно же я жду ваших комментариев внизу. По ссылкам в описании вы найдете все наши полезные ресурсы. Не забывайте тоже проходить и подписываться. Ну а на этом я буду заканчивать. Благодарю вас за просмотр. С вами был как всегда Андрей. Всем отличного настроения. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok